Привет из Паттей. Сегодня я вам расскажу про тайские продукты. Все закупки у меня происходят главным образом в двух местах в гипермаркете и на центральном рынке. Сейчас мы находимся около гипермаркета Макро. По формату весьма напоминает Metro Cash and Carry. И сразу первая подсказка. Вход в туалет находится слева от центрального входа в гипермаркет, прямо с улицы. Приятным бонусом будет стабильное наличие мыла в мыльнице. А мы погнали за продуктами. Добро пожаловать в Макро. И прежде чем покупать продукты, будьте здоровы. Я отправляюсь в отдел мыльных принадлежностей. И лучше это взять в первую очередь, чтобы оно не успело не испортиться. Голиангушку в Паттайе. 30 градусов на улице, а здесь 20 с чем-то градусов помещения. В прошлый раз проходил мимо этой витрины, где стояли две соотечественницы и беседовали. Одна говорит другой, бери мыло с козой, оно хорошее. Я мимо пропадал, ага, или проверили, надо взять. И взял мыло с козой. Действительно хорошее мыло. Российская диаспора рекомендует мыло с козой. Обратите внимание на упаковки зубных паст. Они здесь по три, по четыре штуки, а то и по шесть. Обратите внимание на широкий выбор вентиляторов. В связи с погодными условиями и дороговизной электроэнергии, многие вместо кондиционеров используют вентиляторы. И стоят они от 700 до 1200 Вт. О, постойте, даже за 250 бат можно найти замечательный вентилятор. Кофе. Большой выбор. Цены симпатичные. Я еще в первый свой закуп взял вот такой кофе Бон Кафе за 125 бат. И его до сих пор не хватает. Третий ряд. Идем, а я еще ничего в кирешку не положил. Как за кукуса в первый раз. Так, думаю, что сих пор всего хватает. Для любителей чая Матя. Он же Матя, кому как больше удобнее. 139. 80 бат в пачку. Можно выбрать. Молоко миндальное. Плюс-минус 100 бат за литр. Рубрика какао. Я для себя выбрал вот такой сингапурский какао. Беру уже второй раз. Идем дальше. Ага. Рубрика приятные находки. Настоящий шоколад. Да, подчеркиваю слово настоящий. Шоколадные круглые плитки от Куратас. В этом году мне посчастливилось поработать в этой компании. И помимо невероятно крутой бизнес-культуры, я узнал страшную правду. Большая часть шоколада, который мы видим, на самом деле не имеет ничего практически общего с шоколадом. И на рынке мало того продукта, который можно назвать шоколадом. И Куратас делает настоящий шоколад. И вот два вида. Белый и черный. Куратас и Белокалад. Белокалад это саббренд Куратаса. Делается в Бельгии. И в прошлый раз были маленькие пачки. А сейчас только большие. Видимо маленькие уже разобрали. Ну и конечно же рис. Целый мир риса. Весь этот ряд посвящен рису. Начиная от самых маленьких пакетов. Продолжая пакетами побольше. И заканчивая какими-то неимоверными количествами. Посовочные пакеты пригодятся. Оливковое масло. Я здесь не увидел ни одной знакомой торговой марки. Ни Манине. Ни даже Ворхеса. Ничего такого нету. Покупаю вертолю. Здесь побольше, поменьше. Литр 462 ватта. Золотой семечки здесь тоже почему-то нет. Обратите внимание на яйца. Лоток из 5 на 5 25 иис. Стоит 113 бат. А корона. Сразу говорю, макфы нет. Борилы нет. Авенезия. Пачка спаргетти 65 бат. И для пасты есть соус. Кайнс 70 бат. А у Кашка отдельное помещение. Касса там же. Обратите внимание на большой ассортимент австралийского вина. Кстати, надо сказать, тут вообще австралийских продуктов довольно-таки много. Куряная грудка 100 бат. Куряная грудка неочищенная 82 бат. Амкарочка 74 бат. И обедина от 200 до 1000 бат за килограмм зависит от типа и происхождения мяса. Парш куриный 86 бат в килограмм. Куриная печень 86 бат в килограмм. И сердечки 94 бат за килограмм. Сердечки. Прекрасно сочетаются с местных грицов. Мы в отделе молочных продуктов. Здесь у меня пресс-форный лидер. Это натуральный лидер. 56 бат за упаковку. Прекрасно сочетаются с местными фруктами, которые лучше покупать на рынке. Осторожно, без кассы подходить. Сыр. С сыром есть ситуация, как себе скажу. Тайский сыр. Это точно не лучший сыр в мире. Хотя нормальные образцы попадаются. Я взял тайский Эдан. Бренд Мейн Лэнд. Он из местного сыра наиболее приемлемый по вкусу и по качеству. 400 сливых грамм, цена 239 бат. И приятный сюрприз. Здесь продаются итальянские фарбаччо. Что мы тут имеем? Ризано-пармезано. Грана-фадана. Моцарелла. Возьму грана-фадана. Да. И дальше пикорино. На случай, если вы захотите приготовить карбонару именно по римскому рецепту. Гарганзолла тоже имеется. Надо сказать, что почем. Почем. Все время и по-ярски. Бренджано-пармезано. Суна за килограмм не указано. Кусок 330 бат. Бренджано-пармезано. 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 Кусок 260 бат. Гарганзола. Гарганзола. 280 бат. Молоко я здесь обычно покупаю 5-литровую канистрочку. Потому что я очень люблю какао. А сегодня 5-литровых почему-то нету. Зато есть торговая марка, которой я уже доверяю. Они, конечно, молодцы. Чтобы не укоснусь 50-литров, чтобы подвести к моему дыру. Возьму 4 литра. Двухлитровая баклажка стоит 85 бат. Вскоре Новый год. Рыбный отдел. Если уж кому-то хочется экстренно рыбку съесть, то, конечно, можно чего-то взять. При этом лучше с утра приехать на рынок. Там будут креветки, крабы свежие и гораздо дешевле, чем здесь. Идем дальше. Ну и только посмотрите, какая красота. Ёлочка из помидоров в щели. Не есть. Крепаи никаких листов. Мы в овощном отделе. Здесь ситуация следующая. Лучше овощи и фрукты покупать на рынке. Тут будет подороже. Если что-то нужно срочно, то, конечно же, можно и здесь запануть. Вот, например, мне нужен салат. Потому что на рынок я только завтра собираюсь. А сегодня оставлять свой организм без витаминов и клетчатки, которые содержатся в салатной кристке, я точно не планирую. И важный момент. Тут я не видел новых салатов. Тут салату нужно быть. Салат по типу лату. Такая упаковка. 69 бат. Астралийская рукова. 79 бат. За такую упаковочку. В прошлый раз брал. По качеству было на твердую тройку. В этот раз примерно такая же. Плюс соцветия. Ну, вообще, мы тут не сухая рукова. Я такой упаковку убрать точно не буду. Из прекрасного салат родичок. Австралийский. 749 бат. По килограмм. Паша. 369 бат. Килограмм. Огурцы. 32 бат. В большом отделе всегда можно купить какие-то местные сухолки. Это даже бак. 19 бат. Просто трава. 25 бат. Так вот. 39 бат штука. А я такой за утром на рынке возьму за 25 бат. Такая прелесть. Маленькая пачечка грибов. 16 бат. И кондитерка. Кондитерка здесь слабо переставлена. Ровно как и выпечка. Ну, что-то есть. Вот такие маленькие порционные изюжки. Берем. 29 бат упаковка. Возьму сразу две. Возьму подпись. Все смеет будет нормально. И пироженка с миндальной стружкой. 56 бат. Все. То, что мне на данный момент было нужно, я купил. То, что вообще здесь продается в разной категории товаров, показал. А теперь на кассу расплачивается. Так вот так. 1265 бат. Моя закупка сегодня вышла. И нам нужно продолжить шопинг на рынке. Следите за новыми видео. И обязательно прямо сейчас поставь лайк. И подпишись, если ты раньше еще этого не сделал или не сделала. До встречи.